Добрый день! Тема сегодняшнего дня – терпук, и будем мы из него делать самые простые консервы, терпук натуральный в собственном соку. Разделывается терпук легко, и даже мелкая чешуя, казалось бы крепко сидящая, легко удаляется скребком для очистки чешуи. Грудинку и тешу срезаем, чтобы из тушек получились брусочки, которые можно плотно уложить в банки. Сначала я намеревался консервировать в стеклянных банках емкостью 250 мл, но тут внезапно пришли банки из Wildberries, жестяные, номер 4, они тоже 250 мл. Решил консервировать в них, заодно и протестировать. Куски для этих банок нужно нарезать длиной 60 мм. Поэтому сделал соответствующую разметку на разделочной доске. Далее по этому трафарету разрезаем тушки на куски длиной 60 мм. Соль в банку дается 2 грамма, больше никаких специй не добавляется. Ну а дальше занимаемся тетрисом. Наша задача уложить куски в банку с минимальными зазорами. Перед закаткой банки желательно нагреть, чтобы вытеснить лишний воздух. Стерилизуем банки при 112 градусов, 75 минут. Такие консервы можно хранить 2 года. Вскроем баночку. Ну что тут скажешь. Консервы из СССР. Мясо терпуга нежное, легко разламывается, со своеобразным кальмарным привкусом. Основное применение консервов терпуг натуральный, это салаты, бутерброды, уха. Сделаем уху. Варим 10 минут морковь, картофель, лук и добавляем наши консервы. Еще 5 минут и уха готова. Уха из терпуга получается довольно приличная по вкусу. А учитывая, что кости в этих консервах не чувствуется. Есть такую уху одно удовольствие. Вот так-то. Всем добра.